Первый вопрос, который стоял на повестке дня, касался утверждения прогноза социально-экономического развития города на 2015 и на период до 2017 года. В состав прогноза входит набор частных прогнозов, которые отражают отдельные стороны жизни общества в развитии экономики. Параметры основных показателей прогноза разработаны на вариантной основе. Вниманию депутатов была представлена информация о показателях за прошедший год. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами предприятий промышленного производства в 2013 году составил 8,3 миллиардов рублей. Индекс промышленного производства составил 65,5 процентов, хотя бы прогнозу планировал в 2013 году он на уровне 89 процентов. Невыполнение прогнозных показателей произошло за счет снижения объемов производства на градообразующем предприятии. Так как доля объемов предприятия в общем объеме продукции промышленных предприятий составляет более 50 процентов, показатели развития промышленности городского округа напрямую зависят от итогов работы градообразующего предприятия. Объем отгруженной продукции предприятиями города без учета КУМАПП превысил 4 миллиарда рублей. Но тем не менее темпы роста экономики во многом зависят от градообразующего предприятия. Депутаты при обсуждении этого вопроса не смогли обойти стороной ситуацию на вертолетном заводе. Более 50 процентов нашего объема это составляет продукция авиационного предприятия. Значит, в данных, которые представлены авиационным предприятием, они планируют увеличить выпуск вертолетов К-226Т и ТГ в 15 раз в 2015 году. Подчеркиваю, в разы в 15 раз и К-32А и К-32А и К-31СБС в 4 раза. Рост объема производства 175 процентов продукции. То есть цифры очень, так сказать, впечатляют, но в то же время настораживают. Почему настораживают? Значит, ну, во-первых, значит, вот с этой трибуны бывший управляющий директор Микрюков клялся и божился, что численность предприятия ниже 3 700 человек не упадет. То есть загрузка для этой численности будет. К сожалению, сегодня вот эти цифры пока что производства в разы, а численность предприятия поставлена задача вертолетов России довести до 2800. То есть практически до 1000 человек должны быть сокращены или увольны с предприятия. Дмитрий Васильевич, мы с вами вели разговор. Вы сейчас политизируете обстановку на заводе. Во-первых, после тех замечаний, после тех разов, которые первоначально были поданы, работа была проведена на заводе. Я этой работой занимался. План пересчитан, нет там ДГ, нет этих разов. Цифры, которые были произнесены здесь вот сейчас, в докладе, они изменены. Там нет этих разов. Дмитрий Васильевич, та информация, которая была на комиссии... Дмитрий Васильевич, я вас слушал, дайте мне договорить. Это первое. Цифры правильные, те, которые были озвучены в докладе. Там нет этих разов. И некорректно говорить о том, что если ДГ было ноль, начиная с 2007 года, сегодня их 8 машин. Вы знаете, что 8 машин по сравнению с большими машинами. И нужно говорить о докладе, 8 раз должно увеличиваться. Надо говорить абсолютными цифрами, которые закладываются в бюджет. Оттуда исходить. Это первый вопрос. Второй момент. По сокращению мы с вами проходили. Мы с вами стали работники завода. В соответствии с тем планом, который вот буквально 2 недели назад был утвержденный цифрой, которую я дал сюда в администрацию, они не предполагают сокращение тысячи человек. Да, сегодня в связи с поступлением новых заказов по 29-й, по 27-м машине, значит, идет изменение структуры плана. И могу сказать, что на первый квартал сегодня предусмотрено сокращение от 40 до 60 человек в человек, а не тысячи. И всех пытаемся устроить на заводе, потому что сегодня не хватает численности под выполнение 29-й и 27-й М машины. В итоге прогноз социально-экономического развития города на предстоящие три года был утвержден. Следующий важный вопрос касался бюджета города. Заметите, глава администрации по финансовым вопросам Гульнара Кучербаева представила основные цифры, характеризующие бюджет городского округа на 2015 и 2017 годы. Проект бюджета городского округа Кумертал спрогнозирован без дефицита. Сформированный бюджет обеспечит стабильное финансирование текущих расходов субъектов бюджетной сети при сопоставимых условиях в экономике. Депутатам была предоставлена полная информация по источникам пополнения городского бюджета и направлениям расходования средств. При усмотрении представленного проекта бюджета городского округа на 2015-2016-2017 годы замечания у членов комиссии не возникли. Но в процессе обсуждения мы задали такой вопрос, что у нас не раз в городском бюджете не предусматривала строка по ликвидации несанкционированных свалок. Хотя, согласно закону о местном самоуправлении, ликвидация несанкционированных свалок мусора идет за счет средств городского бюджета. Поэтому мы попросили финансового управления по поправкам на второй, третий квартал предусмотреть предложение по ликвидации свалок на территории городского округа. Еще один вопрос, вызвавший споры у заинтересованных сторон, это повышение стоимости годовой арендной платы за пользование муниципальным имуществом. Здесь необходимо было учесть интересы финансового управления администрации и предпринимателей города. Сегодня я обращаюсь к депутатам, повторяю свою просьбу, что нужно рассмотреть еще раз возможность не повышать стоимость арендной платы или повышать минимально, рассмотреть все возможности, как можно повысить ее минимально. Условия для наших предпринимателей, для развития их бизнеса, они сильно отличаются от условий, которые имеются в Уфе. Это нужно учитывать. Депутаты подняли стоимость арендной платы по отдельным направлениям с минимальным повышением коэффициента. Также на заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся муниципальной службы, изменения в структуре администрации, определён план перспективной работы Совета городского округа на 2015 год.